Несомненно, что предложение присоединиться к свите большой императорской семьи Романовых всегда считалось большим счастьем и поступало лишь избранным. Однако в случае с придворными последнего русского царя Николая II это предложение закончилось для них смертным приговором в стенах Екатеринбургского и Патерского дома. «Кругом измена, трусость и обман», – писал государь в своем дневнике. Но среди подлости и предательства нашлись четверо придворных, которые решили разделить участь монарха. Среди них была и одна женщина, 40-летняя горничная Анна Демидова. Правословная Анна уходила корнями в XVIII век, где родоначальник Демидовых занимал пост бургомистра города Череповца и оставил хороший зачин для последующих поколений. Отец Анны служил городским казначеем, владел двумя домами и дал возможность своим детям получить хорошее образование. Так одна из дочерей с отличием закончила Мариинскую женскую гимназию Анна Ярославское художественное училище. Сестры свободно разговаривали на нескольких языках и музицировали на фортепиано. Но привлекли к себе внимание государни Александра Федоровны великолепные вышивки Анны, занимавшие призовые места на ученических конкурсах. Она предложила способной выпускнице училища место комнатной девушки с обязанностями обучения царских дочерей, мастерству рисунка и рукоделия. Царевнам не надлежало расти белоручками. Они должны были уметь и дырку залатать, и пуговицу пришить. Анну привечали все принцессы, но особенная любовь связывала ее с младшенькой Анастасией. В отъездах принцесса не забывала прислать своей наставнице открытку из Парижа. Дорогая Нюта, поздравляю с праздниками и желаю по возможности с весельем. Хотя пишу немного поздно, но лучше поздно, чем никогда. Стоит заметить, что веселье горничной все-таки могло быть относительным и вертелось вокруг царской семьи. Ей не запрещало видеться с родственниками, но вступление в брак было фактически заказано. Демидова положила на алтарь любви к царским дочерям не только свою жизнь, но и личное счастье. Надо сказать, что императорская чета ее ценила и уважала. Государь Николай всегда называл по имени отчеству, а императрица говорила об Анне не иначе, как моя хорошая большая Нюта Демидова. Однако, последовав за монархами в Тобольск, Нюта скорее всего до конца не понимала, чем может закончиться для нее верная служба. Во время пересылки горничная записала в дневнике «Последние две недели, когда узнала, что нас намереваются куда-то отправить, жила нервно, мало спала, волновалась неизвестностью, куда нас отправят. Это было тяжелое время, только уже дорогой мы узнали, что мы на Дальний Север держим путь». А по приезду в пункт назначения женщина по-хозяйски сокрушалась. Дом почти пустой, без стульев, столов, без умывальников, без кровати и так далее. Везде грязь, теперь идет чистка. Ситцу спросили, говорят, нигде нет. Даже чернил не достать. А забота Демидовой о царских детях продолжалась до последних минут, когда она вместе с монаршей семьей спустилась в подвал, держа в руках две подушки, одну из которых положила под спину болевшего Алексея Романова. Смерть Аннушки стала апогеем жестокости в ту ночь для старстотерпцев. На теле женщины насчитали 32 колотые раны. Через десятилетие имя Демидовой вместе с другими приближенными к царской семье будет реабилитировано. На стене дома, где прошло ее детство и юность, будет установлена мемориальная доска с текстом. Здесь родилась и провела детство Анна Степановна Демидова, горничная последней российской императрицы Александры Федоровны. Сохранила верность своим убеждениям, добровольно осталась семья Николая II и претерпела вместе с ней мученическую кончину. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА